Да, кстати, кто-то меня просил показать, как мы собираемся в горы, чтобы не было холодно. Вот показываю. Это первый слой. Это термобелье называется, штаны и такая кофта, водолазка, все должно быть в облипку, чтобы нигде не продувало, нигде не висело. Я костюм женщины-кошки. Потом, если холодно, ну, а носки обязательно лыжные, они высокие, очень теплые. Если холодно совсем, то мы одеваем еще сверху вот такие вот штаники, которые еще дополнительно закрывают ноги, и еще одну кофту сюда, термо. Но я ничего не одевала, потому что у нас сейчас не так холодно, поэтому просто лыжные штаны и еще специальная кофта теплая. Специальная лыжная, термо тоже. И все, куртка и ботинки. И мы готовы. Кстати, ботинки, например, вот эта штана, что удобно, что она... Вот мы и готовы. Шапка, куртка, ботинки, поехали. Для начала я хотела бы обратить ваше внимание на это небо, потому что это было что-то невероятное. Никто из нас такого раньше не видел именно в Швейцарии. Я вам сейчас покажу, как нормально выглядит небо. Неделю назад я снимала. И сейчас такое. Это было настолько странно. Мы когда ехали, мы не понимали, что происходит. Потом я уже выложила сториз, и мне уже девчонки начали писать и высылать статьи, что пустыня Сахара накрыла всю Европу. И просто повсюду. Франция, Швейцария, Германия. Везде такое небо из-за песка. Но на тот момент, когда я это снимала, мы не знали, мы не понимали, что происходит. Это такое что-то очень странное. Ладно, пока я рассказываю, где мы. Это маленькая деревушка между горей в Швейцарии. Называется Андермат. Деревушка очень маленькая. Буквально тысяча человек. Я вам сейчас покажу, как она выглядит летом. С нормальным небом. Несколько лет назад, даже, наверное, 10 лет назад, один очень богатый бизнесмен, по-моему, из Египта, начал эту деревеньку делать большим курортом. Настроили много домов, настроили отели. Здесь есть уже и пятизвездочная. Это не представляете? Деревушка на тысячу человек, пятизвездочный отель, рестораны с Мишлен Стар. То есть настолько уже развили за все эти буквально несколько лет, что Андермат славится уже по всей Швейцарии. Поэтому и Ния, и Яна с Николой, и я, мы хотели сюда приехать, посмотреть, что это за маленькая деревенька. И немножко вам покажем. Не взяли с собой ни лыжи, ничего. Думали, или погуляем, или на санках поедем кататься, или на снегоступах. Вот так вот нас удивило абсолютно. Это небо немножко выбило из колеи. Но потом решили, что ладно, все-таки посмотрим, как что происходит. Нужно найти парковку и уже смотреть на городок. В общем, этот курорт, который построили с нуля, специально, чтобы здесь люди покупали домики для отдыха, для зимнего отдыха. Я думаю, что люди здесь очень счастливы, потому что они изменят свою жизнь. Здесь живут новые дома, даже еще не заселенные некоторые. Используются как вид зимний шале. Можно здесь купить и приезжать. Любимый вид отдыха швейцарцев. Это как раз зимой приезжаешь себе в зимний домик, и на лыжах целыми днями, или на выходные приезжаешь. И еще парковка, смотрите, сколько снега. Смотрите, там вообще не разгребался у какого-то дома. Смотрите. Я говорю, что проблема этого места, что здесь никогда нет солнца. Прикольно. Лыжники все приехали. И мы одни такие нелыжные ребята. У меня отлично готовится на лыжах, как вот все здесь родившиеся. Но сейчас я боюсь, потому что из-за вирусов все переполнено, все больницы. И не хотелось бы ногу сломать, а там в серии очередь в больницу не попадешь. Мы взяли по одному билету, чтобы один раз подняться и спуститься на подъемнике. И это стоило около 40 долларов, что мне кажется слишком. Потому что предыдущий курорт, где мы были, где мне понравилось намного больше, стоило всего 25. Но по Швейцарии это средняя цена. Я постоянно говорю в долларах и евро, чтобы вам было понятно. И не нужно было гуглить, сколько стоит франк. Пока мы поднимались, мы увидели вот такую картину, которая с этим сумасшедшим небом смотрелась очень впечатляюще. Но на самом деле довольно нормально. Самолет спецслужбы прилетает на помощь, если кто-то поранился, что-то сломал, что на лыжных курортах происходит постоянно. Хотела вам рассказать такую интересную историю. Практически все, кто живет в Швейцарии, местные жители, платят где-то по 30 франков, по 30 евро в год с человека. И тогда тебе дают определенную карточку, по которой вы можете вызывать один раз в год вертолет, если с вами что-то случится в горах. Вас забирают, отвозят в медицинское учреждение. Там уже ваша медицинская страховка все делает. Но вот именно этот вертолетное такси, оно вам не стоит сумасшедших денег, потому что так бы оно вам стало в десятки тысяч. Если у вас есть такая карточка, которую делают просто все жители Швейцарии, то оно вам бесплатно. Я была очень недовольна этим местом, особенно в сравнении с предыдущими местами, где мы были, но вы сейчас это услышите. Короче, мне вообще не понравилось это место. Куча народа, поезде, очереди, неинтересные даже трассы. Мне кажется, бедные лыжники один над другом. Все вносятся для санок и для лыж все вместе. Для пешеходов и для лыж все вместе. Это очень не нормально. А дермат я вообще не советую. Спускались пешком по лыжной трассе, и это было довольно опасно. В общем, не понравилось мне. Блин, как бы было круто поиграть с таким снегом. Если бы я была ребенком, точно бы строила домики. Я помню, как мы строили... Ну, в России-то мало снега, но не часто я спину в Крымграде. Представляете, если бы вот так вот столько у вас снега было бы в вашем детстве. Это ж какие крепости можно было бы строить, заготавливать, играть, войнушку. О, кайф. Вот здесь несколько метров снега. Может быть, доходить. Ну, это метр точно. Полтора метра. Выше меня даже горы. Метра два снега, смотри. Взбиваю вам показать, как я оделась, но мы едем к нашим... Мы едем к нашим друзьям, к Валерии и Дмитрию. Let him be first. Взяли Орсу, Пушкин не захотел ехать. Мы Пушкина всегда спрашиваем, когда мы выходим, хочет он идти или нет. Часто он просто не хочет идти, и что настаивать смысл? Мадостик. Не, 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 пожалуйста, подожди в шоу. Не, 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 не. Потому что мы будем... Орсу? Орсу испугался. Ты испугался собачки, зови. Завелась. Чего ты испугался? Собачка другая. У нас вкуснота прямо из Греции. Привезли всего. Вкуснота. Уж простите меня, мои дорогие, не буду показывать вам наши разговоры, потому что это немножко личное. Очень уважаю наших друзей. Как вы знаете, Валерия и Дмитрия уже больше 70 лет. Мы обожаем с Аней приезжать к ним на ужин, проводить вместе время, когда уже такого возраста люди, стоит к ним прислушиваться, они делятся своей мудростью, и это просто бесценные минуты. Хочется сохранить у себя в душе такие моменты. Но меня очень просят постоянно снимать все и как можно больше, поэтому поснимаю немножко ужина. Уж простите меня. И вкусняшку. Потому что он боится внизу есть и заснуть. У нас даже для ужина есть место, потому что вот кто его достает. Снуби. Аккуратно. Какая прекрасная бутылка в туфельке. Это супчик из чечевицы, правильно назвать? Потому что здесь чеччина называется, никто не знает, не знаю, как по-русски называть, потому что в России я такое не ела. Какой у меня красивый рюкшка. Даже с животиком красивый. Очень красиво. Смотрите, когда все разные масла на столе сразу же с трюфелем и с перцем. Это в каждой швейцарской семье просто арома, аромат всегда есть. Но обычно он такой не с луком, а другой. И пёс у меня какой красивый. Да что ж вы все такие красивые? Орса? Орса? Стой, замри на секундочку. Молодец. Ну куколка же, а? Мужайка. Курочка. Вау, 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 вау. Курочка. Смотрите, какая красота. Все, все маленькие подробности. Дмитрий говорит, что поедет в Москву сейчас по работе. Мы сейчас думаем, потому что он говорит, что границы открыты. Я в замешательстве. Я только спрашивала всех ребят. Мне сказали, что в Санкт-Петербург можно поехать на 8 дней без визы в Москву. Ну, я не знаю, насколько границы открыты. Мы нужны для нас. Визуально. В Санне я взял какой-то сумасшедший десерт, который называется... О, вау. А плюс еще у нас есть меренги, видимо, с маскарпоне. Как можно еще и десерт? Так, мне нужно было ничего не есть, а съесть только десерт. Я вам еще показывала, этот десерт, это самый лучший десерт в мире. Меренга, маскарпоне и свежие ягоды. Это просто лучший. Это просто лучший десерт. Валерия смеется, представляете, в Швейцарии эту палочку от оливкового дерева продают за 9 евро. Вот это вот оливковое дерево стоит 9 евро. Офигеть, да? Она говорит, так нужно в Греции продавать и быть миллионерами. Спасибо, мои дорогие, что посмотрели это видео. Спасибо, что провели это время с нами. Надеюсь, что вам понравилось. Если вам несложно, поставьте, пожалуйста, лайк. И мы с вами увидимся в следующих видео. Всего вам доброго, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok